Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Остался у нас последний рывок, я думаю, мы его, разумеется, сделаем и уйдем, собственно, на выходные, чтобы снова переварить прошлое фундаментальное наследие и уже на следующей неделе вернуться к оценке фундаментальной составляющей и перспектив тех валютных активов, которые мы используем в каждодневной спекулятивной деятельности. Разумеется, сегодняшний брифинг не исключение. По ходу обозначу новое кодовое слово, которое позволит получить вам бонус на пополнение плюс к тем акциям, которые действуют в рамках компании Amarkets. Чтобы воспользоваться этим бонусом, достаточно будет связаться с вашим персональным менеджером и поменять это слово, собственно, на бонус. Величина сегодняшнего бонуса 6,5%. Я отмечу, что у пятничного, скажем, бонусного слова и в целом бонуса есть одно очень приятное свойство. Он, в принципе, также действует, как и прочие, до следующего брифинга. Но следующий брифинг у нас будет уже только в понедельник, поэтому воспользоваться им можно, по сути, в течение трех дней. Советую, разумеется, использовать эту возможность, поскольку, разумеется, бонус направлен на то, чтобы повысить покупательскую способность ваших депозитов, особенно в такие периоды повышенной волатильности и нестабильности, характеризующиеся финансовые рынки. Ну а теперь, собственно, давайте переходить к нашим традиционным активам. Не будем, опять же, нарушать прежний сценарий. Начнем сегодня с позиции черного золота. Плавно перейдем на рубль, а после коснемся основных валютных активов рынка Форекс. Актуальные котировки по Brent на текущий момент 48.76. Видим то, что Brent за вчера смог набрать незначительную высоту, отбылся от локальных значений и, собственно, снова тяготеет к уровню 49.50, на которых он находился несколько дней назад. Сейчас это своего рода также такой переломный рубеж. Мы прекрасно понимаем, что, исходя из фундаментальной картины, это консолидация, проторговка с большей вероятностью будет смещена впоследствии в негативное русло и отправит позиции Brent и WTI к тем уровням, на которых эти активы были несколько недель назад. То есть, мне кажется, что они более оправданы. К примеру, для Brent это 45, а может быть, даже и пониже. В целом, вчерашнюю торговую сессию можно было разделить на два периода. Первую часть, первую половину дня мы видели, как Brent, в принципе, исходя из логичного новостного фона, действительно терял драгоценные пункты и тому способствовал своего рода новостной фон, который реально бил по позициям черного золота. В частности, комментарии со стороны ОПЕК о том, что если переговоры по возобновлению членства Индонезии в рамках этого ближневосточного картеля будут завершены, собственно, возвращением в его состав Индонезии, то ОПЕК, разумеется, будет вынужден повысить квоту по выработке. И тут же, как бы пытаясь успокоить рынки, представители ОПЕК сообщили о том, что повышение квоты не означает то, что фактические объемы будут также нарастать соответствующим образом. Но я думаю, что мы уже научены актуальным опытом и прекрасно понимаем то, что квота – это не предел для ОПЕКа, потому что актуальные объемы выработки производства явно указывают на то, что квота давно превышена. Напомню, что на текущий момент она составляет 30 миллионов баррелей в сутки. Но фактические объемы уже говорят о том, что выработка превышает 31,5 миллиона баррелей в сутки. Поэтому дополнительные объемы со стороны Индонезии повысит квоту, я уверен, также увеличит и объемы фактического производства. Ну и плюс ко всему, не стоит забывать о том, что мы, по сути, предвкушаем дополнительные объемы со стороны Ирана, хотя не мы, а все трейдеры, которые ориентируются на торговлю этим активом. А учитывая то, что Иран обладает колоссальными производственными мощностями, мы прекрасно понимаем то, что объемы производства могут быть увеличены примерно до 4 миллионов баррелей в сутки. И даже прибавление этого показателя к текущему ближневосточному параметру по производству уже говорит о том, что переизбыток будет увеличиваться. И перекос между спросом и приложением будет только расти. А поэтому главный фактор серьезного фундаментального давления у нас сохраняет актуальность и будет и дальше толкать позиции черного золота к более минимальным уровням. Также, исходя из статистики запасов нефти США, здесь констатируем очередной прирост и приближение показателей емкости к своим номинальным, собственно, значениям. Мы вчера отметили тот факт, что действительно в Кушинге запасы продолжают расти. Сейчас стоит обратить внимание еще на сезонную составляющую, когда многие нефтеперерабатывающие заводы Соединенных Штатов Америки уходят на, скажем, тотальное обслуживание производственных мощностей. Соответственно, объемы выработки снижаются и запасы растут в этот период. Я думаю, что в последующей неделе у нас будет еще статистическое подтверждение и, по сути, состоявшаяся тенденция увеличения запасов в Кушинге. И мы будем использовать эту статистику как абсолютно оправданный аргумент для фундаментального давления на позиции черного золота. Но был, конечно же, и позитивный фактор для бренда вчера. Это уже вторая половина дня, когда вышли обновленные прогнозы от Минэнерго США по производству. Мы, кстати, возвращались к этой теме еще несколько дней назад. Но, судя по уже вчерашней фактической статистике, можно отметить, что объемы производства нефти в Соединенных Штатах Америки снижаются. И на текущий момент выработка находится на минимальном уровне за год. За неделю производство сократилось на 83 тысячи до 9,2, точнее до 9,4 миллионов баррелей в сутки. Но здесь как бы в противовес стоит обратить внимание на прочих производителей, которые за этот период, тот же самый ОПЕК, увеличивали производство. Поэтому у нас нивелирующий эффект, скажем, очень похожий на тот, который мы наблюдали, описывая перспективы российской валюты, когда делали ставку на возможный спрос на рубль в связи с налоговым периодом. Но после этого отметили нейтрализующий эффект со стороны исполнения долговых обязательств перед зарубежными коридорами. То же самое сейчас и на рынке объемов нефти, что в целом, я думаю, что тактически не позволяет нам сделать ставку на то, что сниженные объемы производства в США могут стать причиной разворота позиций для нефтяных активов Brent и WTI. Поэтому снова актуализируем общие фундаментальные идеи, которые позволяют нам не отказываться от представления касательно того, что именно избыточное предложение, на которое никак не удается найти соответствующего спроса, будет и дальше стратегически толкать позиции нефти к более низким уровням. Я думаю, что 45% мы увидим в самое ближайшее время. До этого рубежа остается буквально около 7-8%, но учитывая то, что Brent может даже за сутки показать динамику больше 10%, при соответствующем негативе этот путь может быть пройден очень быстро. Рубль, актуальные котировки 67.53. Подошли мы к заседанию Центрального банка, сегодня оно состоится, соответственно, в понедельник мы уже обсудим его итоги. Как я отмечал ранее, вряд ли мы увидим снижение процентной ставки, потому что это совершенно не нужно, ведь любой намек и тем более фактическое решение по дополнительным экономическим стимулам, даже через снижение процентной ставки, это условия для роста индекса потребительских цен. На текущий момент лучше предпринимать всевозможные усилия и инструменты, чтобы не допускать разгона уровня инфляции в стране, которая и без того находится на критических уровнях. Прочая статистика также не добавляет нам оптимизма. В целом, со страхом и с объективными опасениями смотрим на перспективу российского рынка в целом, и отмечали то, что к концу этого года, скорее всего, будем констатировать глубокую экономическую рецессию, которая даже вопреки прогнозам Минэкономразвития и Министерства финансов может оказаться ниже 5%. Не забываем также про тот факт, что вот-вот должны начаться значительные платежи, быть осуществлены значительные платежи, связанные с исполнением российского корпоративного сектора своих обязательств перед зарубежными коридорами. Эта сумма существенная, примерно до 15 миллиардов долларов, а значит, есть и объективный фактор, который позволяет нам уже и с этой стороны делать ставку на еще один виток девальвации российского актива и соответствующее давление со стороны основных конкурентов рубля, то есть доллара и евро. Мы ждем уровень 70, пока от этой идеи не отказываемся. Впереди, конечно же, налоговый период, но очень большую ставку мы делали на него последние 2-3 месяца. К сожалению, налоговый период зарекомендовал себя не с самой хорошей стороны и оказался абсолютно несостоятельным с точки зрения поддержки для рубля. Я считаю то, что, скорее всего, в этот раз мы не будем делать на него значительную ставку, отметим как присутствующий фактор позитива для рубля, но ключевым триггером движения российской валюты остается, разумеется, нефть. Вот именно от поведения нефтяного актива и будет зависеть дальнейшая судьба и российской валюты. Идем дальше. Евро-доллар, откройте, пожалуйста, графики, дневки. Смотрим актуальный уровень 1.1289. По итогам вчерашней торговой сессии уже можно констатировать, что евро смог забраться высоко выше уровня 1.12. По сути, было протестировано сопротивление в районе 1.13. Очень странно было наблюдать всплеск интереса к европейской валюты вчера, учитывая то, что в целом новостной фонд создавал огромное количество фундаментальных возможностей, позволяющих сделать ставку на существенное ослабление. И когда на рынке стали появляться инфо-сообщения, о которых я сейчас вам расскажу, я был абсолютно уверен, что они станут причиной серьезного фреса на позиции главного валютного риска и позволят нам приблизиться хоть немного к нашей средней срочной идее, направленной на снижение пары евро-доллар ниже уровня 1.10. Теперь, что касается вчерашнего новостного фона. Представители Европейского Центрального Банка сообщили о том, что они всерьез рассматривают возможность расширения программы количественного смягчения и речь сейчас уже идет о увеличении выкупа активов через включение в эту самую программу государственных облигаций Нидерландов. И я думаю, что начаться это может уже буквально через несколько недель. Также в пользу того, что ЕЦБ уже переходит к более существенным объемам покупки активов, говорят и фактические объемы покупки за эту неделю. 597 миллионов евро против прошлой недели 382 миллиона, то есть практически в два раза. Можно, конечно же, проанализировать ретроперспективу уже за прошлой неделю, но я не думаю, что мы увидим хотя бы даже близкий к 600 миллионам евро показатель. Сейчас это в целом указывает на то, что ЕЦБ действительно следует уже делом за словом и, разумеется, те самые анонсы расширения программы количественного смягчения уже фактически реализуются. Нам это, конечно же, нужно, поскольку мы ждали такого новостного фона уже довольно-таки давно и, собственно, исходя из того, что сейчас происходит, продолжаем делать коррекционную ставку на евро. Также стоит отметить и комментарии представителей ЕЦБ о том, что еврозона на текущий момент действительно дисконтирует существенные риски о снижении темпов роста мировой экономики в целом. И, глядя на показатели ВВП, я абсолютно согласен с такой негативной оценкой. Ключевая проблема – это низкие показатели по инфляции. И, судя по комментариям, опять же, ряда чиновников, еврочиновников, месячные показатели по индексу потребительских цен будут и дальше тяготеть к еще более негативным уровням. И, разумеется, вряд ли смогут выбраться в ближайшее время с отрицательной зоной без дополнительной поддержки со стороны ЕЦБ. То есть, в целом, нам позволяет подобные ожидания делать ставку на еще большее снижение евро. И очень странно то, что европейская валюта, даже на фоне того, что мы услышали вчера, продемонстрировала рост и довольно-таки существенное укрепление против доллара. Я думаю, что это ралли локальное очень быстро сойдет на нет, и мы снова вернемся к тем целям, которые поставили еще ранее. Доллар в японской иены. Вчера было опубликовано несколько важных, значимых макроэкономических отчетов, в частности, с заявки на пособие по безработице. По факту, 275 тысяч полностью отчет совпал с прогнозом. Можно констатировать, что эта неделя, точнее, прошлая неделя, поскольку мы подводим итоги, соответственно, прошлой пятидневки, стала уже 26-й неделей по счету подряд, когда показатель по заявкам на пособие по безработице находится ниже 300 тысяч. И, по сути, у нас, как я уже отмечал, тренд, цикл сильных макроэкономических данных, самый сильный за последние 40 лет. То есть, несколько недель назад, даже месяц назад, мы сделали активную ставку на то, что подобная статистика явно поспособствует снижению уровня безработицы в США к целевому показателю в 5%. Это тогда, когда он находился в районе 5,4-5,5%. Сейчас мы знаем то, что актуальная цифра 5,1, и в следующий месяц, действительно, при сохранении подобной тенденции, может позволить американским статистам закрыть, скажем, одну из существенных проблем для американской экономики. Это высокие показатели безработицы. Разумеется, ждем 5%, и, судя по этим данным, я думаю, что непременно этот отсчет мы сможем констатировать уже в следующем месяце. Также стоит отметить конкурента доллара по этой валютной паре японскую иену и соответствующий фон уже со стороны Банка Японии. Здесь стоит отметить последние несколько слабых макроэкономических релизов, в частности, сниженные темпы роста японской экономики, существенное падение экспорта, замедление, скажем, импорта, снижение конкурентоспособности национальных производителей и очень низкую инфляцию. То есть, по сути, Банку Японии, даже несмотря на проводимую программу количественного смещения, не удается даже хотя бы на маленький шаг приблизиться к реализации целей в 2%, то есть как целевой показатель для индекса потребительских цен для уровня инфляции. Пока дефляция, разумеется, риски для потребительской активности, мы об этом также очень часто уже говорим и делаем ставку на то, что низкая инфляция, она по сути является, может быть, одним из ключевых негативных факторов, сдерживающих темпы экономического роста. В целом, подобную статистику уже участники рынка трактуют как фактически возможный анонс более агрессивного выкупа активов со стороны Банка Японии. На следующей неделе состоится конференция заседания руководителя Банка Японии Курады. Я думаю, что можем услышать вербальные заявления касательно того, что без расширения программы QE в рамках японского мегарегулятора сейчас экономика уже не обойдется. Собственно, намеки на это мы ждали очень давно, и сейчас они уже фактически реализованы. Мы ждем соответствующих сигналов уже со стороны японского мегарегулятора и готовимся еще более активно делать ставку на ослабление позиции японской валюты. И в целом, возвращаясь к перспективам пары доллар-японская иена, складывается общий новостной фон через ожидаемое ужесточение монетарного курса в рамках ФРС и соответствующие меры экономического стимулирования со стороны Банка Японии. В целом, хорошие предпосылки для того, чтобы и дальше покупать пару доллар-японской иена. Вчерашняя торговая сессия несколько пунктов в доллар отбил у японского конкурента. Сегодня, собственно, бычья динамика сохраняется, и пара полномерно приближается к уровню 121. Наша, думаю, даже среднесрочная цель по-прежнему находится в районе 125 ровно. И еще хотел сказать про британскую валюту, потому что, судя по содержанию экономического календаря, действительно фунту можно отвести роль одного из главных, фундаментальных, с точки зрения отчетов, активов дня. Поскольку вчера была опубликована актуальная ставка, объем выкупа активов со стороны Банка Англии, в целом все без изменений, как и предполагалось, ставку на 0,5%, что касается объема выкупа активов, также прежний уровень 375 миллиардов фунтов. Позитивного вроде бы нет ничего. И мы знаем то, что Банк Англии вряд ли будет повышать процентную ставку там в перспективе ближайших полутора лет. Тем не менее, фунт продемонстрировал очень серьезное укрепление, и актуальные уровни уже сигнализируют о том, что пара фунт-доллар приближается к ближайшему сопротивлению в районе 1,55. Возможно, на настроение трейдеров повлияли заявления о том, что Банк Англии якобы находится на пути, на уверенном пути к повышению процентных ставок. Очень смелые заявления, конечно же, учитывая особенно последний отчет по промышленному производству, который оказался хуже некуда. До этого очень слабый отчет по состоянию сектора услуг. Мы знаем то, что и темпы экономического роста далеки от идеальных показателей по инфляции. Разумеется, также низкий. И, наверное, еще самым главным негативом для сейчас британской экономики является существенное падение экспорта. Напомню, что оно составило 9,3%. Это самый худший показатель за последние 9 лет. Ну и, разумеется, повышение процентной ставки тогда, когда страдает экспорт, это вообще не нужно даже задумываться. Потому что нужно задействовать меры, которые будут направлены на ослабление национальной валюты, чтобы повысить конкурентоспособность национальных производителей. Из этого можно сделать вывод о том, что вчерашняя, да и сегодня на азиатской торговой сессии незначительный прирост по британцу мы также видим. Это бычье ралли локальное, но оно может быть охарактеризовано как ложное. Переосмысление общего фундаментального фонда очень быстро может отправить фунт, разумеется, к тем уровням, которые для него являются более оправданными. И это значение гораздо ниже тех ценовых уровней, на которых пара находится сейчас. В качестве идеи, напомню, можно использовать, как и раньше, отложенный Excel-Stop и сделать это, возможно, с уровня 1,52. То есть, для того, чтобы пара добралась до этого значения, нужно, чтобы она прошла еще, по сути, две фигуры. То есть, у нас есть еще время оценить общую фундаментальную картину, а может быть, даже поискать более оптимальные уровни для, соответственно, стратегических продаж. Но, собственно, о дальнейших перспективах британской валюты мы поговорим уже на следующем брифинге, то есть, в понедельник. Из отчетов сегодняшнего дня, пожалуй, стоит отметить ожидания по инфляции. В Англии это самый важный, наверное, экономический релиз сегодня. Публикация состоится в 11.30 по московскому времени. Но, опять же, учитывая то, что я сказал буквально минуту назад, я не думаю, что есть какие-либо основания надеяться на рост индексов потребительских цен. Значит, если отчет и повлияет на позиции британской валюты, то с большой вероятностью можно сказать, что это будет негативное влияние, то есть, фактическое давление на ценовые позиции. И по британцу, в принципе, делаем такую подкосочную ставку на продажу. Я думаю, что она также оправдана с точки зрения именно фундаментального фона. Что касается кодового слова на сегодня, это мощность. Еще раз напоминаю, величина бонуса 6,5%. Если есть вопросы, с радостью отвечу. Ну, поскольку вопросов нет, ждем, разумеется, дополнительных комментариев и вопросов на нашем официальном канале на YouTube. Оставляйте их под видео окном. Всего доброго, до свидания.